Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете о торговых возможностях индикатора Išimoku и как оптимальнее всего включить его в свою торговую стратегию. Данный индикатор был разработан японским аналитиком Hasoday, который печатался под псевдонимом Išimoku. Более 30 лет потребовалось ему, чтобы оптимизировать настройки данного индикатора и предоставить возможность трейдерам ощутить всю пользу данного инструмента. Изначально данный индикатор применялся для прогнозирования японского индекса Nikkei. Однако очень быстро стало понятно, что он крайне эффективен на всех рынках, в том числе на Forex. Индикатор Išimoku предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и, конечно, для генерирования сигналов на открытие сделок. Для того, чтобы добавить индикатор на график, выберите его из списка доступных индикаторов. В торговом терминале компании Amarkets он предустановлен в платформу и вам не нужно будет скачивать его дополнительно. Наиболее оптимальные параметры Išimoku также отображаются по умолчанию, но для разных таймфреймов и торговых инструментов вы сами можете подобрать более удачные характеристики. Итак, индикатор Išimoku представляет собой пять линий, нанесенных на график цены, четыре из которых отчасти похожи на скользящие средние. Промежуток между двумя из линий заштрихован и называется облаком цен. Каждая из четырех линий является поддержкой либо сопротивлением, причем красная линия, называемая Tenkan, располагается наиболее близко к цене и является ближайшей поддержкой либо сопротивлением, а также говорит о краткосрочной тенденции в инструменте. Синяя линия, Kijun, является аналогом скользящей средней за больший промежуток времени и является следующим уровнем поддержки либо сопротивления. Заштрихованное облако является главным показателем текущего тренда. Если цена выше облака, значит тренд восходящий и в приоритете позиции на покупку. Если цена ниже облака, тренд нисходящий и мы ищем в первую очередь сделки на продажу. Если цена в облаке цен, то либо инструмент зажат в коридоре и выраженного тренда нет, либо в настоящий момент происходит разворот тренда, который окончательно произойдет после закрепления цены ниже облака. Теперь рассмотрим торговые сигналы, которые предоставляют индикаторы Шимоку. Первая группа сигналов появляется, когда происходит пересечение красной и синей линий, либо пересечение линий, образующих облако. В таком случае образуется сигнал на покупку или продажу. Вы можете оставлять позицию открытой, пока линии не пересекутся вновь в противоположную сторону. На данном графике мы видим три точки, в которых происходит пересечение линий. Причем после каждого пересечения мы видим довольно продолжительное трендовое движение. Вторая группа сигналов относится к поведению самого графика цен относительно одной из линий индикатора. В таком случае вы можете торговать как пробой, так и отбой от уровня, смотря что ближе для вашей стратегии. Рассмотрим на примере недавней истории моменты входа в рынок, который помог бы обнаружить индикаторы Шимоку. На данном графике мы видим, что цена располагается под облаком цен, то есть мы ориентируемся на продажу. Мы видим четыре точки на графике, отмеченные прямоугольником, в которых цена пробивает обе линии индикатора. После каждого пробития следует дальнейшее трендовое движение цены вниз. Открыв сделку на продажу в одной из указанных точек, можно смело поставить стоп-ордер за красную, либо синюю линию индикатора Ишимоку. Сводя итог, можно сказать, что индикатор Ишимоку может стать отличной составляющей вашей стратегии и является полезным как для определения тренда, уровней поддержки и сопротивления, так и для генерирования торговых сигналов, успешность которых в среднем составляет порядка 70%, если судить по истории. Надеемся данное видео было вам полезно. Всего доброго.